Этот проект привнес в мою жизнь очень многое. Он привнес в мою жизнь понимание, в какой стране я живу. Я очень много ездила по миру в свое время, но потом пришла к выводу, что, к сожалению, о России, о своей стране, в которой я живу, ничего не знаю. Не могу рассказать не только своим друзьям о ней, которые ко мне приезжают из-за границы, но даже самой себе. Поэтому мне кажется, что каждый человек, который чувствует себя гражданином своей страны, должен о ней знать. Поэтому это для меня возможность. Я в нем вижу интерес, я в нем вижу очень много радости и позитива. Я вижу в нем очень много открытых и интересующихся людей, которым не хватало, может быть, чуть-чуть одного маленького импульса, чтобы пойти туда, куда им действительно хочется. Я думаю, что наш проект может стать этим импульсом. Ведь всегда людям, которым, может быть, что-то мешает, их что-то сдерживает, им легче идти за кем-то. Вот мы готовы пойти и взять всех с собой. Я пишу истории. Мы по роду деятельности бываем в очень интересных местах. Они сами по себе уникальны и интересны. Но добавляя некую историю к ним, людям, которые, возможно, не находятся с нами в данном месте в данное время, им будет еще более интересно смотреть. Это будет для них неким воспоминанием, которое, возможно, они захотят для себя повторить. Некой такой сказкой Шахерезады «Тысяча и одна ночь» мы дарим людям не только знания о географии и истории своей страны. Мы им дарим воспоминания, эмоции и, может быть, какую-то мечту. Очень много есть политических, социальных, экономических факторов и так далее. Но самое главное, люди, которые живут даже в соседних городах, находящихся не очень далеко друг от друга, могут иметь очень стереотипное и неприглядное мнение друг о друге. Так сложилось. Кто-то где-то услышал, что-то увидел, не понял. А поехать и посмотреть самому, узнать, что люди на севере не так сурово, как о них говорят. Это не дикари-медведи даже для русских людей. А это, наоборот, безумно открытые и теплые люди, потому что им надо как-то греться, и, видимо, они греются тем, что у них есть внутри той добротой и тем светом. Кроме того, они живут очень далеко, и чувство взаимопомощи по отношению к окружающим у них совершенно невероятное. Потому что они понимают, иногда, если они сами друг другу не помогут, им никто не поможет. А главное узнавать, не позволять вот этим вот недостатку информации влиять на твое отношение и в первую очередь к своей стране. Я не говорю, что надо закрываться от всего мира, но я говорю, что надо, наверное, узнать сначала свой дом, а потом идти к соседям, как сказал мой очень хороший знакомый.